Все же грамотные мыслеформы — это визуализация. Эта мыслеформа — это то, что ты себе придумал, подключил туда энергетику своей намерения и на человека направляешь. Это вот эзотерическое такое немножко объяснение, да? А в простой роде магия, да? Можно. Вот эти исполнения желаний за счёт намерения — это вот чем не магия. Поэтому очень важно, чтобы... Короче, вот так. Блоки выходят разные. Вот, допустим, в Казахстане и в России очень большая разница в проявлениях. Потому что намерения, которые отправляют люди, они немножко другие. В Казахстане намерения вот эти вот магические... Я сейчас... Давайте это в кавычках, да, магия? В Казахстане магия, она немножко... Ну, мне так кажется. Ну, я же не со всеми работал. Ну, это... Мы немножко примитивны. Вот казахи, вот мы, да? Ну, просто чтоб ты сдох. Вот, гляди, то, что мы в спину кидаем — чтоб ты сдох. В России иногда сталкиваешься с такими мыслеформами, да? Которые ты вот придумать просто не можешь. Чтоб ты всю жизнь там попрошайничал, у тебя никогда не было денег. Чтоб у тебя... То есть, что ты не просто сдох. Чтоб ты от нищеты исполнил. То есть, там немножко... А? Там немножко вот так вот наворочено-наворочено, и потом выходит к тебе. И когда... Вы не поверите, как это выходит. Знаете, это вот... Со стороны, когда смотришь, ты думаешь... Да еще шутишь ты или что? Это правда? Ну, что это такое? Потому что людей... Вот кто видел мои видеоролики в Ютубе, да? Это самый такой жесткий на сегодняшний день, то что получилось, это с последнего мастер-класса в Алмате, когда женщина там упала и вот так стала. Да. Это... Это самое было просто жесть. Вот тяжелее не было, но на самом деле в... В реальности этого больше и похуже бывает. Но на видеокамеру это вот она первая попалась такая. И она... Она говорила, удалите, удалите меня. Я говорю, ну... Я его вырезал и в Инстаграм мне выкладывал, потому что она попросила, чтобы... Но в Ютуб я выложил. А потом я пересматривал ролик, там лица не видно. Там мне вообще непонятно кто. Ну, то есть там все закрыто. Вот. И это самое такое жесткое проявление. И очень часто люди боятся меня, да? Этот... Да. Как будто выходит. Мы на фестивале ФРЭ, когда работали, это тогда был у меня третий или четвертый выход самостоятельный уже. Я проверял, сколько людей я могу работать в день. Мы работали три дня, я принимал 300 человек в день. Я понял, что я могу через себя пропускать 300 человек в день вот таких вот. И на второй день в ФРЭ мы когда пошли... Проверьте телефон, если пожалуйста, ладно? Проверьте. Проверьте. И когда мы пошли попить чай, девочка шла вот так, что-то думала. И я иду к ней навстречу, она так глаза поднимает и на другую сторону улицы пришла. Я просто увидел, меня это очень сильно шокировало. У меня был настолько шок, что... Она... Учитель у меня, она говорит, это эмоциональные блоки, это там психологические зажимы, или как-то еще она вот что-то там улепила. Я же понимал, что это что-то за гранью. Я же понимал, что это где-то, ну, немножко за гранью даже психотерапии, мне кажется, или психологии, и за гранью медицины какой-то, да? И что это чуть, ну, очень странные какие-то проявления были у людей. И я на это подсел. Мне казалось, что она это все замутила, чтобы я вот на тренинг не попал. Но что-то думаю, чтобы меня одному вербовать слишком много актеров. Как-то невыгодно это вот все мероприятие. Поэтому я к ней приклеился, ходил, 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 соотучался, и через три года я вышел в самостоятельный проект, который вот у Национальной свободы, я стал проводить мастер-классы, тренинги. И было очень сложно объяснять, что это. И год назад, по-моему, я увидел в Ютубе одного психолога, у него было много там что-то подписчиков, и у него было сто видеоуроликов на разные темы, ну, ответы на вопросы. И я дал себе слово, что я за год запишу сто индивидуальных сессий. И вот сто индивидуальных сессий в Ютубе сейчас не болтались. Спасибо.